Ровно год назад, 16 сентября 2018 года, я выпустил самый крупный ролик на моём канале, обзор первого Аймака. И так уж получилось, что ровно через год после выхода этот ролик собрал 1 миллион просмотров. И вы скажете, что 1 миллион, эта цифра, в общем, не очень большая, видосов миллионников на ютубе буквально тысяча, а может быть десятки тысяч, но, сами понимаете, я на самом деле обычный человек, вам это сложно представить, вы воспринимаете меня как блогера. Но я обычный человек, который ест еду, сидит вконтакте и иногда читает телеграм. И для меня тот факт, что видео, которое я сделал у себя, сидя здесь, за тем монитором сзади, собрало 1 миллион просмотров, что равняется 2,5 стадионов, перед которыми выступали мейджор лазер на кубе, для меня этот факт несколько непредставляем. Я даже не могу визуально представить 1 миллион человек. Тем не менее, все они посмотрели мой ролик. А самое главное, он в свое время, ровно год назад, дал старт тому каналу, который вы видите. То есть, до этого я делал какие-то ролики, но именно тот самый формат, который вы наблюдаете на протяжении года, он пришел именно с ролика про первый iMac. Так что сегодня я расскажу, как я, собственно, получил этот iMac, за сколько я его купил, ну и в том числе я расскажу, как я продавал iMac, как я сделал после этого ролик, и как он собрал 1 миллион просмотров. Поехали! Все началось с того, что я начал активно бороздить авиты на предмет старых эпловских девайсов. Моим первым старым iMac был iMac 6-го года, ролик на канале до сих пор есть, но он мне не очень нравится. Дело в том, что я там просто сижу с довольно злым лицом, просто потому что записывал где-то часов 5 или 6, а знаете, после 5-6 часов записи, ты не можешь сидеть расслабленный, успокоенный, ты сидишь взвинченный, потому что у тебя ничего не получается. Я вот, например, не понимаю, как люди реально отрабатывают дубли в кино там по 10-15 часов, для меня это просто невозможно. И вот я откапываю объявление о продаже компьютера Apple. Захожу, а там фотография первого iMac, причем в комплектации с клавиатурой и мышкой оригинальной, что сейчас большая редкость. А самое главное, ценник за рабочий iMac в идеальном состоянии 1 тысяча рублей. Одна, мать его, тысяча рублей за компьютер в коллекционном состоянии. Так бывает, что люди не совсем понимают, что они выкладывают, поэтому ставят заниженную цену. Разумеется, мне просто повезло, сейчас даже в плохом состоянии этот iMac стоит 3-4 тысячи рублей, но вам тоже может повезти. Дело в том, что ребята из AssetRussia разыгрывают на канале игровой ПК и другие призы. Первое место крутейший комп, второе место видеокарта, третье игровая периферия. Для участия победы вам не нужно ничего репостить, делать работу для конкурса. Нужно просто подписаться на канал AssetRussia, поставить лайк под видео с розыгрышем и в комментариях рассказать о вашем первом ПК. Для вас это всего лишь 30 секунд времени, зато вы получаете клевый шанс выиграть крутые призы. Ссылку на видео с розыгрышем, где и нужно поставить лайк, я оставлю в описании. Не ленитесь и участвуйте в конкурсе, вдруг вам повезет так же, как мне с покупкой первого iMac'а. И знаете, в первый день я такой подумал, ну во-первых, за ним придется ехать, а весит он 20 килограмм, и крайне неудобной формы для переноски. Поэтому подумал, ну ладно, пусть его кто-нибудь копит, а я о нем просто забуду и буду искать что-нибудь дальше. Но его никто не покупал неделю. То есть неделю на Авито висел коллекционный iMac, загребанный косарь. Я не знаю, о чем думают перекупщики старой техники, но спустя 7 дней мое терпение и страстное желание заполучить этого пузатика лопнуло. Я позвонил владельцу iMac'а, и мы договорились о встрече. Так у меня на руках за 1000 рублей появился первый iMac. А купил я его у бывших графических дизайнеров. Как они мне сказали, у них раньше был целый офис этих машин, и они на этих iMac'ах рисовали один из первых графических дизайнов в Москве. Ну а самое главное, после покупки мне предстоял сущий ад. Ведь нужно было дотащить тяжеленный, выскальзывающий из рук компьютер до своего дома на общественном транспорте. Потом зашел в KFC с ним, и осталась такая прекрасная фотка, где я сижу с ним, а напротив меня сидит iMac. Ко мне, кстати, подошли тогда и спросили ли, а что это первый iMac? Я ответил, что да, и он даже работает. И честно вам скажу, пока я тащил его до дома, мне хотелось просто бросить его где-нибудь, а себе забрать хотя бы клаву с мышкой. Потому что задача оказалась непреодолимой. У меня еще пару дней после этого экспириенса болела спина от переноски. Мне еще вместе с iMac'ом отдали комплект дисков под него, там фотошоп был какой-то, еще профессиональный ресов, правда на болванку записанный такой пиратский. И вместе с этим отдали еще оригинальный микрофон Apple, но скорее всего не от первого iMac'а, он постарше немного. Ну и спустя целый день мущений, вечером этот компьютер оказывается у меня дома. Первое время я, конечно, только с ними игрался, включил его, сидел на нем в интернете, пытался всякие страницы открыть. Игры старые скачивают приложения типа After Effects'а. А самое крутое, в один момент я открыл фотошоп и подумал, а что если сменить дизайн своего канала. И раньше логотип этого канала был просто ужасным, я боюсь его вспоминать. Но на iMac'е я нарисовал чуть получше, мне он очень нравится, и до сих пор вы внизу можете видеть логотип канала, а если откроете сам канал, увидите шапку, которую я нарисовал именно на компьютере 98-го года. Но я не столько был в восторге от старого софта и игр, как от его дизайна. Для меня это, пожалуй, самый красивый продукт, что делала команда Джонни Айва. Потому что каждый раз, когда мой взгляд цеплялся за его формы, за корпус прозрачный, я ловил нереальный эстетический кайф. Многие в комментариях со мной не согласились и сказали, что он выглядит как странный пылесос, и в принципе это правда. Он реально выглядит как кухонная или бытовая техника для уборки. Но в этом и главный кайф дизайна, он ничем не отличается от другого бытового интерьера. Плюс, все-таки самое ценное, что в нем есть, это его прекрасные формы выпуклые, которые, конечно же, сквозь камеру, сквозь плоское изображение вам не передать никаким образом. Именно поэтому, возможно, многим он и не понравился. Поверьте, в реальной жизни, когда на него смотришь, но это шедевр. И многие писали, что да, обзор получился классный, но при этом он какой-то еблодрочерский, и из-за этого им было неприятно. И я действительно могу сказать, что я фанатически отношусь к компании Apple, ну потому что они столько всего сделали. Что относиться к ним, как обычной IT-компанией, я не могу. Какое-то время, может быть, пару недель, я игрался с этим iMac, пробовал на нем всякие штуки запустить. Но потом, как объект исследования, он начал мне надоедать, а реального применения у него, конечно, нету. И купив его вроде бы где-то в начале июня, уже в августе я подумал, что нужно выставлять его на Авито. Но за 1000 рублей я точно не готов был его продавать, пусть он лучший экспонатом в комнате стоит. Поэтому я поставил цену в 5000 рублей, в надежде на то, что никто его все-таки не купит. Но внезапно, через неделю-три раздается звонок, и человек спрашивает про этот iMac. Я тогда забыл, что выставлял его на продажу, и смотрел на него, и сказал человеку, что, знаете, я, наверное, подумаю, потому что мне не очень хочется с ним расставаться. В общем, я отказался его продавать, уж лучше пусть он стоит у меня и радует мой глаз. Но этот человек не был готов терпеть поражение, и написал мне вечером, что готов купить его за мостем, если я передумаю. И вы не поверите, но тут меня переклинило. Все-таки 8000 это уже больше, чем 5. Их можно потратить на всякие интересные вещи, в том числе старую технику Apple. То есть, несмотря на то, что я наигрался с этим компьютером, и он стоял мертвым грозом, мне не хотелось его продавать. Но как только за него назначили цену, и он стал стоить не 1000 и не 5, а 8, тут я подумал, с другой стороны, это компьютер. И в нем много старых деталей, которые могут сломаться. Блок питания, экран, жесткий диск, в конце концов. А кто в Москве действительно может за нормальные деньги починить первое iMac? И получается, что у меня был компьютер ценой 8000 рублей, которым я не пользуюсь, который максимум радует мой глаз, и который может сломаться и потерять свою стоимость. И через пару недель я ему ответил, что готов продать iMac. Он спрашивает, серьезно, вы точно не передумаете? Я сказал, что нет. И мы договорились, что он приедет забирать компьютер через пару дней. Я взял камеру, нет, сейчас у меня камера намного круче, поэтому картинка классная такая. И за день до встречи с покупателем просто отснял все футажи с iMac, то, как я им пользуюсь, интернет, игры. Все это было снято буквально за один вечер, а ролики я сделал уже после продажи. Недели через три я уже начал грустить по этой прелести, думал, что зря я его продал. Но упущенное не вернешь, и я решил, что в память этому красавцу нужно сделать такой классный видос. Но тогда я впервые решил не просто записать что-то по фану в микрофон, а основательно подготовиться, то есть написать сценарий и хорошо смонтировать. И параллельно с тем, что я в сентябре ездил на учебу, в электричках по утрам и вечерам настукивал сценарий про этот первый iMac среди людей. А при написании любого текста есть очень важный закон. Чем больше вы неравнодушны к тому, о чем пишете, тем более крутым получится материал. Так случилось и с первым iMac. Мне хотелось, чтобы видос было смотреть максимально интересно. Вставлял кадры из фильма в телепередач, на монтаж реально убил часов 15. И финальным штрихом стала педюшка. Сначала я думал разместить на ней компьютер фронтально, но потом подумал, а что если показать такую интересную его деталь. Разноцветный корпус, причем не что-то конкретное, а просто вот эту синюю панель. Так получилась довольно абстрактная и необычная превьюшка, на которую вряд ли бы кто-то кликнул. Думал я. И вообще я думал, что предел этого ролика это тысяч пять или десять просмотров. То есть для меня это была, знаете, работа для себя. То есть я сделаю то, что захочу пересмотреть потом, чтобы вспомнить, какая классная штука у меня была дома. Сначала ролик и правда собрал тысяч пять просмотров, а потом что-то случилось, вот, и он собрал сто тысяч. А потом двести. А потом триста. То есть я даже и не думал, что этот ролик вообще может быть кому-то интересен. Ну вот кому кроме меня и там пятерых человек, интересно будет посмотреть обзор железяки девяносто восьмого года. Оказалось, что это интересно одному миллиону человек. И начиная с этого ролика родился тот самый полудокументальный формат, в котором я и снимал свои ролики на протяжении года. К сожалению, за этот год их было всего лишь двенадцать, то есть по ролику в месяц, но вы должны понимать, что каждое видео для меня это работа довольно долгая. Но я постараюсь сделать так, чтобы роликов на канале стало хотя бы в два раза больше. Я придумаю и запущу новые форматы, и надеюсь, что канал вырастет до заветных ста тысяч подписчиков. Сейчас у нас тридцать две. И напоследок я, конечно, хочу сказать спасибо всем, кто подписался и смотрит мои видео. Ну не передать, как это кайфно, когда ты что-то делаешь, а это одобряют ну хотя бы тридцать две тысячи человек. Любая аудитория, даже в тысячу человек, она цена. И я очень рад, что добился хотя бы тридцати тысяч. Это же видео я записал ровно так, как было раньше. Я что-то записывал на камеру без сценария. На этом всё. Спасибо, что следите за каналом The Makers. Всем спасибо и пока.